Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Вачарин Бонерет. Я работаю в Департаменте развития и эффективности альтернативных источников энергии Министерства энергетики Таиланда. И сегодня я хотел бы поделиться нашим опытом, опытом Таиланда в обеспечении моделей биоциклической зеленой экономики и перехода к возобновляемой энергетике в Таиланде. Следующий слайд, пожалуйста. Сегодня, как вы знаете, в Таиланде, в целом мы сталкиваемся с многими проблемами в энергетическом секторе. У нас есть определенное направление развития в энергетическом секторе. У нас есть определенные идеи для продвижения энергии в стране. Во-первых, это энергия для экономического роста. Во-вторых, это энергия для рабочих мест и доходов людей. И, в-третьих, это энергетика для инфраструктуры, особенно для сокращения СО2 в атмосфере и других парниковых газов. Следующий слайд, пожалуйста. Я хотел бы вам показать, что сегодня у нас есть национальный план по энергетике на 2022 год. И это инициатива по возобновляемой энергетике. Это модель. И в рамках этой модели мы стараемся достичь углеродной нейтральности. И мы надеемся, что мы достигнем к 50-му году углеродной нейтральности. Наша общая миссия, общая цель. Во-первых, мы пытаемся увеличить до 50% возобновляемую энергетику и продвигать электромобили в рамках политики 30-30. То есть, 30% электромобилей к 30-му году. И энергоэффективность. Хотим обеспечить более 30% энергоэффективности. Следующий слайд, пожалуйста. У нас есть политика 4D1E. По данной политике, 4D1E, это означает цифровизация, декарбонизация, электрификация, децентрализация и дирегуляция. Это политика, продвигаемая в рамках нашей страны. Мы продвигаем умную энергетику, умные электросети. И производство энергетики в стране в рамках регулирования по продвижению возобновляемой энергетики, а также продвигаем электромобили. Следующий слайд, пожалуйста. Еще одна политика в стране, это модель BCG, модель биоциклической и зеленой экономики. Кабинет Таиланда установил данную модель в качестве национальной повестки дня. Концепция призывает к обеспечению более высокой энергобезопасности. Улучшение благосостояния, увеличение доходов и улучшение состояния окружающей среды. Следующий слайд. Это концепция идеи, которая у нас есть в рамках модели биоциклической модели экономики BCG. Такова идея продвижения BCG в нашей стране при помощи использования энергетики. Допустим, возобновляемой энергетики можно привести пример в качестве биомассы, биогаза и биотоплива, солнечную энергетику. Также мы обеспечиваем использование умных технологий и таким образом обеспечиваем цикличность. Следующий слайд. У нас есть стратегия по использованию возобновляемой энергетики. То есть у нас есть цель по достижению 50% в нашей энергоструктуре из-за возобновляемых источников энергии. Следующий слайд. Наш план по возобновляемой энергетике. За следующие 20 лет мы увеличим использование возобновляемой энергетики до 30%. Но до 2050 года мы попытаемся обеспечить долю в 50% от возобновляемой энергетики. Следующий слайд. На данном слайде вы видите потенциал энергетики в Таиланде. Допустим, солнечная энергетика, ветровая энергетика, биомасса, биогаз, небольшие гидроисточники. Также остальные, как видите на слайде. Следующий слайд. Как я говорил, в Таиланде мы пытаемся обеспечить энергетический переход, переход на зеленую энергетику. Мы пытаемся обеспечить и выявить ключевые энергетические инновационные технологии, такие как батареи для электромобилей, умные сети, умная энергия и водород. Мы пытаемся реорганизовать нашу систему управления, обеспечить рыночный механизм для увеличения конкурентности в энергосекторе, обеспечить инновации, продвигать инновации для декарбонизации, для модернизации электросетей и для продвижения системы энергоаккумулирования, умная энергетика, также систему управления умной энергетикой с использованием искусственного интеллекта для управления сетями. У нас есть цель по декарбонизации, по сокращению потребления от углеродных источников. Мы пытаемся достичь углеродной нейтральности для сокращения СО2. На этом моя презентация закончена по энергетической трансформации и по модели биоциклической зеленой экономики. Спасибо за ваше внимание. Продолжение следует...